Есть коннект Вот, пожалуйста Мы с вами видим Памятник основателям Киева Простите, дамы Нет, простите Вот это княгиня Ольга Основателям, наверное, как-то немножко неверно сказано Символами Символами Киева, Украины и Киевской Руси Очень сложно вести разговор о том, кто есть наследник Есть ли наследники Может быть, просто не имеет смысла В этом разговоре сегодня люди фотографируются Вот Михайловский монастырь у нас Он был практически разрушен во время советской власти Но сейчас он восстановлен Напротив нас, вон мы видим Вдали улицы, это колокольня Софии, святой А рядом правее Это управление МВД Украины в городе Киеве Министерство внутренних дел То есть это те, кто управляет милицией города Киева Как мы видим, большинство окон в этом здании горит А вот мы и подошли к гостинице Интерконтиненталь Куда должен прибыть американский сенатор Окей, какой мы будем задавать вопрос? Наверное, какой? Например, у нас у всех есть информация Правильно, про возможные теоретические атаку Второй план, который был написан на сквер А при чем здесь он? При том, что я хотел задать вопрос Может ли Украина, например, рассчитывать На поддержку Европы и Америки Может ли вообще быть возможная ситуация В правополосовом Украине? Что она вообще об этом думает? Не знаю Это вопрос, который не имеет вообще никакого отношения На мой взгляд, к короткому ответу Потому что если мы хотим его Нет, потому что здесь нужно разговаривать Если мы хотим сейчас, мне кажется Задать короткий Естественно, можно задать вопрос Мистер Джон Вы считаете, что гражданское общество должно принять Все, это самое главное Его ответ, да или нет Потому что когда пробегая Длинный ответ, это невозможно Это он не пробегает, а останавливается Спасибо Пошли И вот мы подошли к гостинице Интерконтиненталь Там, по-моему, кто-то из коллег уже собрался Ну, потому что посыпают, по-идим Это, наверное, соль Скажите, пожалуйста, это соль Чтобы не было скользко О, спасибо Видите, у нас как Вот собрались Группа коллег Чем нам лучше? У нас легче оборудование Спиль на бачине Мы всегда налегке Всегда сочувствием Мы смотрим иногда Вот когда я бегал репортером С фотоаппаратом С некоторым сочувствием Всегда наблюдал с ребятами С большими тяжелыми штативами, камерами Но у них было свое преимущество Потому что нас всегда били по головам Пригнись, пригнись, пригнись Это телевидение снимает Самую большую радость и удовлетворение Я получил во время одного Реконструкции боевых действий Несколько лет назад Когда приехали киношники На пленку кодекс снимать Широкоугольным объективом Всю панораму Они били по головам всех Потому что в широкий угол Все помещались И тут наконец-то Фотокоры Были отомщены навсегда Итак, мы ждем Сенатора Ястреба Как его называют И попробуем Задать ему короткий-короткий вопрос По нашим данным Он должен появиться здесь С минуты на минуту Ну посмотрим Так как соль высыпали Есть вероятность того Что это скоро произойдет Боже Какой длинный микрофон Он, наверное, направленный Диаграммой какой-то, да? Да Да, да Боже Он направлен в лицо человека Я понимаю, я понимаю Микрофоны Храни делами своими Вот этот вот фильтр Который натянут Натянут на микрофон Поролоновый Сейчас его можно купить Причем иногда это стоит Очень дорого Но самое смешное Что надпись Иногда стоит гораздо дольше Дороже, чем Сам фильтр Если ее заказывать Какой-нибудь немецкий Или 40 евро, по-моему Да, да, да Иногда и 140 евро Совершенно справедливо Есть в Киеве умельцы Которые делают за По-моему, 500 гривен Две Да, да, да Но у них расползается А можно телефон? Знаете, надо искать Мы заказывали когда-то Но Очень интересно Как входились во времена СССР Потому что Подобных Защитных средств Ну, называли так же Как изделие номер два Во времена СССР Практически не Практически не Вот еще одно Такое Такое Мохнатенькое Не продавали Поэтому народ покупал Кусок мыла Брал большой кусок Паралона Хорошо намыливал И давал высохнуть После этого Паралон становился твердым Его Совершенно спокойно Все резали Вырезали необходимые формы Вымывали мыло И вот получался Такая Ветрозащита Это я рассказываю Да Это я рассказываю Ну, где-то Восьми миллионам Наших подписчиков Которые Смотрят Спильноватенье Онлайн Естественно Ну, я просто знаю Многие разные истории Из жизни Про прекрасных дам Про очаровательных рыцарей Да Вот такие пироги Итак Ну, спиль на ТВ Это великая Потому что Спиль на ТВ Символизирует По сути То Своим даже названием Что может построить Страну Страну Только спильными усилиями Вот Прохожие Идут Мы все ждем Когда же Когда же Приедет Американский Сенатор Джон Вы тоже ждете? Вы хотите Задать ему Какой-нибудь вопрос? А вот говорят Не будет ответственно Естественно Но попытка же Не пытка А мы специально Группа переводчиков Спиль на Бачи Спиль на Бачи Думает не только о себе Вот наши юные переводчики Готовы перевести На испанский, английский, французский, португальский языки Любой вопрос Идешь Здесь по русскому языку Один эксперт Это ваш покорный слуга Я Я Тимур Ибраимов Почему же, почему же Мы не государственный канал И у нас Часть тех Кто снимает онлайн Говорит по-украински Часть по-русски У меня просто рабочий язык Русский Я Возможно, это мой комплекс Но я Не могу говорить В эфире Если я не владею языком Ну Очень хорошо и профессионально Смотрите, какой чехол Боже, какая красота Что это такое у вас? Чехол на айфон Боже Вы рекламируете айфоны или украин? Нет Мы рекламируем чехол Мне очень нравится Это эфире, для чего техника дошла Да, да, да Итак Какой у нас вопрос будет? Попытка Должна ли общество Принять участие В переговорном процессе с политикой? Гражданская, да? Танцуй Что ты вообще? Можно подумать? Как это звучит по-английски? Как это звучит по-английски? Что это звучит по-английски? Не того снимай Я продумываю Нет, я еще не думаю Так громко, как команду дать Ну, к примеру, милиционерам Когда подходишь сзади Очень удобно давать команду Коридор Они так С щитами Серйозно срабатывают Ну, надо сказать Excuse me Вы знаете, что у меня проблема, что человек еще в Америке и изучает украинский язык. Боже мой, что он в Киеве ее изучал. И мне нужно его на такую экспертизу, чтобы... Так, так. Будь ласка, будь ласка. Можете его приветствовать и сказать, мой любимый человек. Вам будет не стоять на дороге, потому что машина в Астане едет. Да, да. Леворочь, леворочь. Группа тех, кто знает английский язык, прячьтесь за меня. Нет, здесь не стойте. Ушли, ушли, ушли. Вот отсюда ушли. Просто вот сюда. Это проезжая часть. Громко. Они идут в здесь, чтобы встречаться, и они хотят встречаться за час, час, полгода. Но это не будет ничего. Марта, товарищ, товарищ. Ну, это... Видите, это камера. Ну, сегодня мы не встретили, мы не встретили, но я не могу поговорить о том, но сегодня только здесь, в том числе интерфакт. Хорошо? Но попытка вопроса может быть. Хорошо? Попытка вопроса может быть. Я сомневаюсь очень. Нет, это другой вопрос, но мы попытаемся спросить. Ты хочешь кричать вопросы? Пожалуйста, но он не ответит. Это свободное стране, в крайней мере, как я слышу. Вы из Америки? Да, я председатель Америки. Я сомневаюсь. Потому что большую часть Майдана, любого Майдана, что того, который называют антимайданом, что того, который называют Майданом, интересует вопрос участия гражданского общества в переговорном процессе. Магнитики наклеили, магнитики привезли. Так важко визу отримать. Ну, на холодильник. Ну, с гондурасу. Нет. Я не сбираю магнитики. Магнитёщики. Хотя у меня не есть Майдан. О! Все ж таки я. Так. То есть, ту магнитика. Но четыре колонны, значит, будет четыре Майдана. Правда? Нет, я не сбираю Майдана. А вот я покажу автора теории четырёх колонн, четырёх Майданов. Это Татьяна Деркач, которая говорит прекрасным украинским языком и может даже спеть. На самом деле, что... Нет, хорошая теория. Раз у главпочтамта четыре колонны, значит, нас ждёт четыре Майдана. Ну, учитывая, что нынешний Майдан первый разогнали, можно сказать, что... Это уже третий? Уже третий состоялся, да. Практически. Окей. Мы подсматриваем и подслушиваем. Да. Да. Так, так, так. Мы ждём. Более того, здесь работает тотализатор. Все хотят выиграть. На каком автомобиле? Мы сейчас гадаем, на каком автомобиле приедет знаменитый сенатор. Линкольн или Хадилан. Может быть, это будет просто большой джип. Какие ставки? Спиль на бачине пришло. Мы пытаемся всегда оказаться там, где нужно. Не всегда это получается. Иногда по техническим причинам. Как курить прямо здесь, в общественном месте? Боже, боже. Как можно здесь курить? Я бы тоже закурил сигарету, но я бросил и придумал так. А как сказать? Очень просто. Ну, для некоторых ли это было бы интересно. Нет. Очень просто. Саша, слушай. Для тебя рассказываю. Сигарета гораздо интереснее. Я слушаю нас из спины. А, да. В кадре курящий человек. Боже, боже. Убрали. Никогда не снимаем. Всё. Святое место пусто не бывает. Мы снимаем сверху, нам всё равно. Да, наконец-то не с фотоаппаратом. Багиня, пожалуйста. Спиль на бачення, спиль на бачення, Чеченья, спиль на бачення. Пять-десять минут, не больше. Гостиница Интерконсиненталь. Может быть, имеет смысл выйти из онлайна, но что вы хотите пожелать своим будущим детям, чтобы они не только курили в кадре? У меня их не будет. Боже, боже, давайте посмотрим, что здесь. Да, это рука с сигаретой, боже, он хочет ее выбросить. Так, я маю сейчас побожать своим детям. Так, так. О, выбачайте. Цена пять, десять минут, это уже переезжает. Куделяк, о, ноль два. Это американское посольство. Не выпекать. Вот-вот-вот, приехал, вот-вот, приехал. Хеллоу. Господи, пожалуйста, очень большинство. Также, спасибо, спасибо. Спасибо. Георгия, again. Я в DragonDB систем. Я хочу ленавися. Продолжение следует... 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 Это совершенно замечательный монастырь, потому что он приютил сотни людей в ту страшную ночь, когда избивали студентов. Там налажено медицинское обслуживание, волонтерское, и мы попытаемся туда пройти и снять маленький репортаж. Единственное, что меня смущает, это то, что возможно на территории монастыря нельзя снимать. Мы попытаемся как-то этот вопрос решить, но это само собой. Нет, там снимать, кстати, можно. Там нельзя снимать Василий Незахар. А, нет, ну это святое дело. Кадри никогда не курят. Спасибо большое, Боже, Боги. Учите английский язык. Но это самый главный вопрос был. Мы приближаемся к лагерю. Мы приближаемся к останней баррикаде, или не останней баррикаде, но это совершенно замечательная, не знаю, инициатива. Здесь все равно есть баррикада. Это символично. Вот какая-то группа, возможно, коллег, возможно... Нет, похоже, что это коллеги снимают что-то... Так, вот спильнобачене сунет свой... Ну, не нос, а видеонос, наверное, и посмотрит, что здесь происходит. Спильнобаченю всегда интересно, что происходит. Кто вы такие прекрасные люди, если я вам не вмешаю? О, класс, прекрасно. Для чего? Для Казахстана. Для Казахстана? Бог ты мой! Здесь был удивительный совершенно казахский посол. Мы проводили иногда... Ну, всегда с удовольствием шли на те вечера, которые он организовал, но, к сожалению, его... Ну, ротация. Он отбыл свой срок посла и уехал. Привет, Казахстану! Привет, Казахстану! Спильнобачене – это интернет-телевидение. Вот вы сейчас в лайфе, у нас 8 миллионов подписчиков. Мы задали вопрос сейчас сенатору МакЛейну по поводу того, что... Считает ли он необходимым участие гражданского общества в переговорном процессе между политическими силами? И он сказал, конечно, конечно. Это прекрасно. Любви, здоровья! Казахстан forever! Вот наши казахские друзья снимают... Привет! Фильм. А я сейчас попытаюсь снять перчатку с руки. Все, мы поздоровались. Привет, привет! Идем дальше. Привет! Меня зовут Тимур Ибраимов. Вы сейчас все в онлайне, у нас 8 миллионов подписчиков. И все человечество смотрит на вас. Представляете? Какая красота! Можно дружно, можно дружно подпрыгнуть. Это прекрасно. Что у вас болит? Сейчас я попробую здесь наладить освещение. Да-да-да, вот мы смотрим. Это медицинская аптечка волонтера, в котором есть разнообразные лекарства. И вот сейчас будет оказана первая медицинская помощь. Возможно, вторая. Это рука. Рука перекрывает кадр. Да-да-да, вот все, отлично, классно. Видите, там есть перчатки одноразовые, всяческие пластыри. И все это куплено простыми людьми. То есть массы людей приносят, покупают в аптеках разные лекарства, медицинские средства и просто приносят, приносят и сдают на склад волонтерских движений. Вот так вот. А теперь мы пойдем посмотрим... О, это рюкзаки с ленточками, класс. Мы пойдем посмотрим, что это такое за учреждение. А, это у нас революционный театр Михайловска Сич. Боже, как... А, табер, извините. Революционный табер Михайловска Сич. Совершенно прекрасно. Написано... Сенамадан церва люция, якщо тоби байдуше седи дома. Ну, моя беда. Петры май, дякуймо. Вот это вот такой интересный лагерь. Ну, это, скорее, символ, наверное. А вот колокольня Михайловского монастыря. Мы приближаемся к стенам. Слева от нас памятник жертвам. За ним здание Министерства иностранных дел Украины. Но забавно, что раньше в этом здании находился горком коммунистической партии Советского Союза. Там же находился и горком комитета комсомола. Не Советского Союза. Да. Горком... Киевский горком коммунистической партии. И горком ВЛКСМ комсомола. Там был буфет. И мы иногда бегали там достаточно недорого. Обедать. Ну, то, что я учился неподалеку в институте. Алло. Сейчас. Да, да, да. Я сейчас нахожусь на Михайловской площади, снимая онлайн-трансляцию. Да. Наберете, да? Буду. Спасибо. Вот, по-моему, даже белорусский флаг, насколько я понимаю. Сейчас. Где мой помощник? Где мой помощник, снимающий, который может поддержать... Мы идем сейчас снимать волонтерское движение, да? Да. Там есть ли... Ты можешь позвонить Кате? Нет, она говорила, что не собираются. Катя, он нужен организаторе... Ты звонишь? Звонишь? Нет? Раз. Это совершенно великая женщина Катя-доктор. Просто она моторчик, один из моторчиков волонтерского медицинского движения. А, как мы уже говорили, по-моему, поняли, без... Что? Ну, перерывается связок. Еще раз скажи. Движение волонтеров ничего невозможно. А можно мы прийдем к гостю с сильным бачением и снимем про вас сюжет? Ничего, мы будем просто тихо за вами следствием. Мы сами будем коментовать и все. Доброе? Доброе. Зараз мы будем. Дякую, дякую. Зараз мы будем. Все, нас ждут. О, отлично. Спасибо, любви, здоровья. Не болейте. Бай. Счастливая волонтер медиков и спильного бачения Татьяна несется навстречу с медициной. Мы не будем смотреть, как одноразовым носовым платочком вытирается очаровательный носик. Доктора тоже болеют. Докторы, конечно. Мы просто очень сближились со всей компанией, которая была у нас на банковой. Все стали друзьями. То есть мы не просто команда. На банковые врачи, да? Докторы? Ну, нет, не только. Волонтеры-медики. Случайные люди, которые просто решили помочь остальным. Более случаем. Мы все там собрались. И тайно називаем наше общество командой Б3. А украинскую мову, как это? Украинскую мову, это будет команда Б3, так же. Так, так. Это Михайловский собор. Он восстановлен. За ним, это, насколько я помню, если я не ошибаюсь, это была трапезная. И она, по-моему, была, она не была разрушена, если мне память не изменяет, во времена Советского Союза. Вообще, это дико разрушать любые памятники, если это произведение искусства, либо символы, наверное, духовности. Люди почему-то любят у нас разрушать все. Да, привет. Да-да. Вам не стоит определить девушку. Ну, здесь есть бесплатный туалет. И поэтому это очень мудро. Действительно, людям всегда нужно найти где-то неподалеку туалет. Это нормально. Знаете, меня когда-то поразило, поразил туалет в Хельсинки. Боже, он полностью состоял из нержавейки и был абсолютно автоматический. Но, ладно, туалеты. Вот это, да, это здание не было разрушено. По-моему, это трапезная, все же. И вот мы находимся в совершенно удивительном месте. Мы приближаемся к складу волонтерской службы волонтеров-медиков. Замечательных людей, которые находят все силы помогать. Сейчас я... Здесь можно, по-моему, освещение даже и не снимать, не включать, потому что все равно темно. Да, кстати, когда мы задавали свой вопрос сенатору, американскому сенатору, мимо нас проехали в сторону Майдана несколько автобусов, то ли за работниками милиции, то ли с работниками милиции. Извините, немножко закашлялся. Я нахожусь здесь, на Майдане, ну, естественно, урывками с 21-го числа. Это было до того, задолго, как политические силы вышли со своими флагами и сторонниками. Просто обычные киевляне, возмущенные информацией о том, что президент и правительство прерывают подписание ассоциации с Евросоюзом, вышли знак протеста на Майдан. Чем это закончилось? Ну, еще даже не закончилось, мы знаем. Боже, а вот и наш...